Приветствую! Вы на канале LoftBlog и поговорим мы о том, как изменить свою карьеру на очень модную и современную профессию, на специалиста по данным. Поговорим о том, с чего начать свое обучение, какие области знаний это обучение будет охватывать, а также построим минимальную интеллект-карту. Меня зовут Тарас Баранюк. Я в IT уже больше 20 лет, а в Data Science больше 10. Начинал свой путь с программиста на сессии Plus Plus, был менеджером проектов, продуктов, директором по IT, совладельцем стартапа. Сейчас я работаю как Senior Data Scientist в компании BDIS. После просмотра этого видео, я надеюсь, у вас сформируется полная картина, кто такой Data Scientist, что такое наука от данных и почему не надо путать Data Scientist и Data Engineer. Для начала небольшое объявление. Не стоит воспринимать текущий roadmap как 100% руководство к действию. Как правило, в любой сфере деятельности успешное развитие весьма индивидуально. Скопировать успешный путь, я думаю, невозможно. Все, что я буду рассказывать, это один из множества вариантов путей. На мой взгляд, он сбалансированный как по знаниям, так и по времени, которые придется на него потратить. Кроме того, я призываю всех вас критически относиться ко всей информации, проверять ее, дополнять и изменять под себя. Часто замечал, что многие путают специалистов по данным и инженеров данных. Давайте разберемся, в чем разница этих специалистов, какие задачи бизнеса они решают, какими навыками должны обладать. Инженер данных – это тот специалист, который разрабатывает, тестирует и поддерживает инфраструктуру работы с данными. Грубо говоря, это тот, кто создает возможность использовать данные аналитиками и специалистами по данным. В свою очередь специалист по данным, или дата-сайентист, ну или просто сайентист, создает, обучает модели с помощью алгоритмов машинного обучения и нейросетей. Помогает бизнесу находить скрытые закономерности, прогнозировать развитие событий, а также оптимизировать бизнес-процессы. Главное, чем они отличаются – это их цели. Сайентисты работают с данными для поиска ответов на вопросы, инсайтов для бизнеса, проверки различных гипотез. В то время как инженеры создают пайплайны для запуска в промышленную эксплуатацию результатов работы сайентистов. Инженеры, по сути, это связующее звено всех участников команды. Работая в системном сотрудничестве с инженерами, сайентисты могут заниматься исследованиями, создавая готовые к работе алгоритмы машинного обучения. А инженеры, в свою очередь, фокусируются на масштабируемости, переиспользовании данных, частоте данных, ну и гарантиях, что пайплайны будут соответствовать глобальной архитектуре проекта. Совместная работа инженеров и специалистов по данным позволяет создавать в компании полноценную систему анализа данных. Что же такое наука о данных? Сама по себе это не самостоятельная наука. Ее называют междисциплинарной наукой, потому что в ее основе лежат теории, методы и практики из разных областей знаний. Математики, информатики, компьютерные науки. Наука о данных также использует машины обучения, анализ данных и статистику. На слайдах представлена диаграмма Венна, так называемая, которая показывает, что наука о данных находится на пересечении навыков алгоритмизации и программирования, знаний математики и статистики, профессионального опыта в предметной области. Наука о данных использует исключительно научные методы, современные технологии и сложные системы для глубокого понимания данных и информации. Давайте посмотрим, в каких областях необходимо прокачать себя для того, чтобы претендовать на роль сайентиста. Я выделил 5 основных направлений. Это программирование, сбор и подготовка данных, анализ данных, математика и статистика, ну и последнее машинное обучение. Направление я разместил в порядке увеличения сложности освоения. Почему треугольник направлен вниз? Он показывает, что чем сложнее предметная область, тем меньше у вас будет конкурентов на рынке. То есть в освоении каждого нового направления выкратно увеличивает свою значимость как специалист. Давайте посмотрим каждый пункт по порядку. Если вы уже знакомы с каким-то языком программирования, это огромный плюс и большая экономия времени. На что хочу обратить внимание. Вам необходимо уметь писать эффективный код. Почему? Как правило, большинство задач будет связано с огромным количеством данных, где разница между логарифмической и квадратичной сложностями будет иметь большое значение. Я рекомендую к обязательному изучению все, что связано со структурами данных. От хранения до алгоритмов. Второй важный момент – это знание SQL. Возьмите за основу какой-то конкретный вариант базы данных. Типа PostgreSQL, Oracle, MySQL. Вариантов вообще большое количество. Не имеет значения, какое вы выберете. Попробуйте решать какие-то практические задачи. На первом этапе вам необходимо усвоить базовые знания. Это простые выборки данных, объединения, агрегаты под запросы. Писать эффективные и быстрые запросы вы научитесь уже на своей первой работе, так как зачастую эффективность будет обеспечиваться архитектурным решением и настройками конкретной базы. Unix Console. Почему я выделил это умение в отдельный пункт? Мой опыт показал, что рано или поздно, даже имея большой штат девопсов и инженеров, вам придется плотно поработать на серверах через SSH. Это может быть работа с докерами, настройка необходимого вам окружения, работа с гид, с другими вариантами систем контроля версии. Этот навык сильно упростит вам жизнь и ускорит выполнение многих задач. Ну и последнее, что я выделил как необходимый навык, это System Design. Что это такое? Это умение мыслить масштабно и вне рамок конкретной задачи. Этот скилл вам необходимо развивать на протяжении всей карьеры. Убирая какой-то алгоритм, вам необходимо понимать, как он будет встроен в цепочку бизнес-процессов, возможно ли его масштабировать, можно ли его заменить на более простое решение, которое, возможно, менее эффективно решает задачу, но для бизнеса и всей системы в целом подходят лучше. Немного про языки программирования. Моя рекомендация – учите Python, ну или Python, кому как больше нравится, как наиболее универсальный язык. Python обладает несколькими особенностями, которые делают его особенно пригодным для изучения и решения задачи в области науки о данных. Во-первых, он бесплатный. Он относительно прост в написании кода, ну и в особенности в понимании. А также он располагает сотнями прикладных библиотек, предназначенными для работы в области науки о данных. Это его главный плюс. Его основные минусы. Он медленный и потребляет очень много памяти. На этапе исследования испытание гипотез, как правило, это не доставляет проблем. На стороне промышленной же эксплуатации его, как правило, стараются не применять. Все, что вы придумаете как сайентист, будет транслировано силами инженеров на более подходящие языки. Golan, Java, Rust и даже C++. Знание этих языков не обязательно, но будет большим плюсом. Представленные ссылки – это примеры, из которых можно выбрать наиболее подходящий под свой бэкграунд. Не нужно проходить все представленные курсы, так как информация во многих пересекается. Возможно, на момент просмотра видео эта информация уже устареет, и вам придется поискать более актуальные ресурсы. Мои персональные предпочтения, например, это курсаэра и специализация там. Но выбор все равно остается за вами, так как обучение достаточно большое и потребует вложения силы времени. Ориентируйтесь, что не менее 6 месяцев вы потратите на это обучение и набор хоть какого-то опыта. Значительная часть времени уходит на сбор и подготовку данных. Зачастую, даже если в компании уже налажен процесс сбора информации из различных источников, вам, возможно, потребуется дополнительная информация, которую придется собирать, например, через API, скачивать из сторонних репозиториев, генерировать собственные дестасеты путем парсинга сайтов. На этапе проверки гипотез сторонних источников может быть много, и только после успешной проверки данные перекочуют в основной ETL-процесс компании. Сырые данные зачастую не очень пригодны к анализу. Там могут быть пропущенные значения, ошибки, выбросы. И перед анализом данные необходимо очищать, преобразовать форматы, выделять подозрительные группы данных, делать линейные и нелинейные преобразования. Существует огромное количество библиотек для работы с данными. Все изучать большого смысла нет, так как в реальном рабочем процессе вы, скорее всего, будете связаны тем, что использует компания для хранения и обработки данных. Минимальный набор, на мой взгляд, это NumPy и Pandas. Это библиотеки для Python, и они являются самыми часто используемыми для быстрой проверки гипотез и подготовки данных для визуализации. В представленном списке я очередность выставил по моим личным предпочтениям, но советую вам посмотреть все и уже для себя выбрать подходящие источники информации. Анализ данных. Чем анализ данных отличается от подготовки данных? На этом этапе основной упор делается на интерпретации, визуализации и генерации дополнительных данных, которые можно извлечь. Визуализация – это очень важный этап, так как это самая простая и понятная форма донесения информации, как для руководства, так и для членов вашей команды. Самое важное – понимать, как именно визуализировать разные типы данных, взаимосвязи, распределения, статистики. Опять-таки, библиотек для визуализации очень много. Самые распространенные для Python – это Bokeh, Seaborn и Plotly. Возможно, вам придется работать с системами бизнес-аналитики, BI-системы. Например, Tableau, Power BI, ClickView. Вариантов тоже множество. Погружаться в BI я бы, наверное, не посоветовал. Но для интереса и понимания можно посмотреть на это хотя бы в YouTube. Список, опять-таки, ресурсов представлен в порядке моих предпочтений. Но что хотел бы отметить? Очень полезно посмотреть примеры, анализы и визуализации на сайте конкурсов Kaggle. Там огромное количество открытых примеров по анализу данных конкурсов. И могу отметить, что там реально очень много первоклассных примеров, которые можно использовать как в вашей работе, так и просто для изучения best practice. Математика – это краеугольный камень науки о данных. Для нахождения закономерностей в данных сайентист опирается на линейную алгебру, математический анализ и теорию вероятности. Математика необходима для понимания, как работают методы машинного обучения. Например, зачастую методы машинного обучения используют для хранения и обработки данных матрицы. А матрица, линейное уравнение и векторное пространство – это и есть линейная алгебра. Еще как пример, можно привести факт, что масс-статистика помогает правильно выбирать распределение и устанавливать зависимость между переменными. Проведение правильного АБ-тестирования невозможно без понимания, что такое статистическая значимость. Статистика, как набор математических методов и инструментов, делится на несколько типов, которые представлены на слайде. Я рекомендую сосредоточиться на первых двух. Это описательная статистика, предлагает методы резюмирования данных путем преобразования необработанных наблюдений в значимую информацию, которые легко интерпретировать и распространять. Ну и логическая статистика. Она предлагает методы изучения экспериментов, выполненных на маленьких образцах данных и дальше распространять умозаключения на всю популяцию. Ну и обычно именно по этим двум типам статистического анализа проводится собеседование на любую позицию, начиная с джуниорской, заканчивая синиорской позицией. Список ресурсов для самостоятельного изучения я тоже даю, но хочу отметить, что изучать в теории будет крайне тяжело. Я рекомендую практически сразу погружать себя в решение реальных задач по моделированию. В дальнейших слайдах мы рассмотрим, о чем идет речь. И на примере досконально разбираться с мат-аппаратом, который применяется. Математика должна быть намазана на все ваше обучение с самого первого дня тонким слоем и сопровождать вас постоянно. Ну и приступим к самому интересному. То, за что просят много денег, как на курсах, так и на собеседованиях. Давайте сначала разберемся, что же такое это загадочное машинное обучение. Это подраздел искусственного интеллекта, изучающий методы анализа данных, которые позволяют аналитической системе самостоятельно обучаться посредством решения множества схожих задач. На слайде представлены три основных стандартных типа задач обучения. Это обучение с учителем, обучение без учителя и обучение с подкреплением. На самом деле типов гораздо больше, но я рекомендую сосредоточиться на первых двух перечисленных. Кроме того, некоторые задачи, возникающие в прикладных областях, имеют черты сразу нескольких стандартных типов задач обучения. Поэтому их трудно отнести к какому-либо отдельному типу. Как пример, можно привести задачи коллаборативной фильтрации. Это прогнозирование предпочтений пользователя на основе их прежних предпочтений, либо предпочтений схожих пользователей. Например, когда вы заходите на сайт магазина интернет, это то, что решает этот магазин в момент выбора списка товаров, которые он вам показывает в ленте рекомендуемых. Для решения задач такого типа применяются как элементы классификации из обучения с учителем, так и кластеризация из обучения без учителя. Обучение с учителем – это наиболее распространенный тип задач. К ним относятся задачи классификации, регрессии, ранжирования, прогнозирования. В первую очередь стоит сосредоточиться на классификации и регрессии. В задаче классификации множество допустимых ответов конечных. Их еще называют метками класса. А классом – множество всех объектов с этой меткой. К методам решения в таких задачах относятся байерский классификатор, линейный разделитель, нейронная сеть, индукция правил, алгоритмическая композиция, а линейный разделитель, если обращаться к слайду, к нему относятся наивный байерский классификатор, логистическая регрессия, к ближайших, машина опорных векторов. А к алгоритмической композиции относятся такие как бустинг и бэггинг. В задачах регрессии допустимым ответом является действительное число, ну или числовой вектор. Регрессионная модель – это по своей сути есть функция независимой переменной и параметров с добавлением случайной переменной. И задача сводится к тому, чтобы настроить параметры модели так, чтобы она наилучшим образом приближала данные. Ну, например, вам нужно предсказать движение цены какой-либо акции. Это будет классическая задача регрессии. Что касается задач, где обучение идет без учителя. Из этих задач я хочу выделить два типа, на которых рекомендую сосредоточиться. Это кластеризация и уменьшение размерности. Это то, с чем вам придется сталкиваться, ну не ежедневно, но очень часто. Как правило, у вас часто будет большой массив неразмеченных данных, где вы будете искать какие-либо закономерности. Так вот, кластеризация – это поиск непересекающихся подмноженность данных, которые и называются кластерами. Основные цели у кластеризации – это понимание данных путем выявления каких-то кластерных структур, сжатие данных. Когда мощностей не хватает, или если есть ограничения по времени, то можно сокращать выборку, оставляя только часть наиболее типичных представителей кластеров. Еще и очень интересная цель – это выявление новизны. Это когда объект не удается присоединить ни к одному уже известному кластеру. Под уменьшением размерности понимается сокращение количества исходных признаков, так, чтобы не потерять при этом никакой существенной информации об объектах выборки данных. Для чего это используется, я думаю, тоже очевидно, чтобы снижать трудоемкость работы с данными и требования к ресурсам. На этом слайде можно было бы привести сотни ссылок. Огромное количество платных и бесплатных курсов сейчас в интернете, но я выбрал те, в которых информация подается максимально комплексно и понятно. Исключением является только последняя ссылка. Там, на мой взгляд, наиболее наглядно представлена вводная информация в максимально сжатом виде. Первые две ссылки в моем персональном рейтинге обгоняют любые курсы, какие только можно найти, и обгоняют со значительным отрывом. Короче говоря, я рекомендую начинать с них. Если вы твердо решили встать на тернистый путь дата-сайентиста, то крайне рекомендую вступить в сообщество ODS-AI. Там вы найдете огромное количество людей, которые разделяют вашу страсть и тягу к знаниям. Также могу сказать по своему опыту, что участие в соревнованиях очень часто прокачивает и практические навыки. В рамках соревнований вы получаете или реальные данные, или очень близкие к реальным. У вас есть ограничения по времени и по ресурсам. Все как в жизни. Единственное, но очень важное отличие – в реальной работе вы, скорее всего, не будете платить кратным усложнением модели за улучшение третьего знака после запятой в метрике качества. Ну, а последний пункт – хакатоны. Это менее затратно по времени, чем соревнования. Опыт немного отличается, так как результаты, как правило, далеки от идеальных. Но есть огромный бонус – это нетворкинг. Вы начнете обрастать связями, знакомствами, возможно, найдете единомышленников или, возможно, свою первую работу. В текущий период пандемии огромное количество хакатонов перешли в оффлайн-формат. И это открыло беспрецедентные возможности участвовать в международных хакатонах. Так что я рекомендую не пренебрегать этой возможностью. Давайте подведем итоги и пробежимся по минимальной интеллект-карте начинающего дата-сайентиста. На первом уровне я выделил пять основных направлений, о которых мы поговорили, и отдельно вынес соревнования и хакатоны, которые хоть и необязательны, но, на мой взгляд, весьма полезны. В рамках программирования, как обязательный, я выделяю язык Python. Остальные представленные языки идут скорее факультативом. Unix-консоль, Git и Docker – это программа минимум для прикладного ПО. Сбор и подготовка данных. Здесь представлены самые часто используемые библиотеки. Аналогично для анализа данных. В рамках визуализации здесь опять-таки представлены самые-самые популярные библиотеки. Отдельно скажу про Streamlit. Это фреймворк, который позволяет быстро создавать сайты с демонстрацией моделей и аналитики. Очень полезный фреймворк. Представленные библиотеки для статистики, на мой взгляд, лучшие. С ними стоит ознакомиться, попробовать, но углубляться на начальном этапе не стоит, так как большинство распространенных задач вы сможете решить средствами NumPy и Pandas. Машинам обучения необходимо сосредоточиться на двух типах задач – обучение с учителем и без учителя. При обучении с учителем топ по частоте использования это Boosted Trees, логистическая регрессия и линейные алгоритмы. Обучение без учителя обязательно изучить, кластеризацию и уменьшение размерности. Отдельно я вынес два раздела – функции потерь и метрики. Скорее всего, на собеседованиях вы не избежите вопроса о том, какие метрики и функции потерь вы будете использовать в том или ином случае. На карте я привел опять-таки самые распространенные, но в целом я порекомендую погрузиться в этот вопрос на максимальную глубину и изучить его во всех деталях. Я думаю, что вы обратили внимание, что я избегал темы нейронных сетей. Почему? Я убежден, что этот вопрос стоит отложить на второй этап. Современные подходы к решению задач силами нейронных сетей, как правило, базируются на так называемых state-of-the-art решениях, сотах решениях. И чтобы разобраться в том, как они работают, что можно изменить в архитектуре сети под свою задачу, какие комбинации сетей использовать, нужны не начальные знания, а достаточно глубокое понимание предмета. Именно поэтому я считаю, что спешить в Deep Learning не стоит. Надеюсь, это видео поможет вам выработать свой собственный план изучения предмета и в рядах специалистов по данным будет скоро в пополнении. Успехов вам!